Сегодня, как я сказал, мы будем читать из послания Фессалоникийцам. Как я сказал, мы все главы, которые есть в этом послании, читаем. И первое и второе послание. Но то, что я хочу, хочу сосредоточить ваше внимание на нескольких вещей. Есть две основных линии, на которые указывает внимание апостол Павел. Это важные вещи для нас настолько, насколько они были важны в то время для них. Эта община была достаточно молодой общиной. И Павел пришел и создал эту общину. И он не был с ними много времени. Но он успел научить их основным вещам. И потом то, что он услышал, это были, в принципе, реакции от других людей, как себя люди ведут. И то, что он услышал, это были хорошие новости. Потому что эта община была под большим давлением от врага. Они много гонений испытали. Но они знали, как стоять. И их вера была сильная. Они хорошо относились друг к другу. И то, что Павел пишет им, он пишет одобрение. С одной стороны, чтобы они продолжали в том, что они делают. А с другой стороны, он добавляет, что действительно нужно, чтобы было. И о чем мы будем говорить? Как вы хотите сказать? Ежедневное хождение. Как должен жить в ежедневной жизни верующий человек? Возможно, это вещи, которые мы знаем. Возможно, это что-то, что ободрит другого человека. Ободрит нас и укрепит нас. Мы сейчас находимся в главе четвертой. Я прочитаю несколько стихов. Начинаю со второго. А любви к братьям? Нет? Вы знаете, какие наставления мы дали вам властью Господа Ишоа? Воля Божья в том, чтобы вы посвятили себя Ему и отказались от всякого распутства. Пусть каждый блюдет свое тело в святости и чести, а не пылает похотью, как язычники, не знающие Бога. И не вздумайте в этих делах приступать к границе, посягать на права брата, потому что за все это Господь отомстит, как мы и раньше говорили вам и настойчиво вас предостерегали. Ведь Бог нас призвал не к тому, чтобы мы жили в нечистоте, а к святости. Следовательно, тот, кто отвергает это, не человека отвергает, но Бога, дающего вам своего Святого Духа. Тут Шауль говорит об освящении и святости. Он говорит здесь о распутстве. Это то, что сегодня упомянул Сергей. Это то, что привело нас к греху и потом к наказанию. Это то, что распространено сегодня во всем мире. И когда Он говорит об этом, Он говорит и о нашей одежде, и о нашем отношении. Он говорит также о духовных вещах, как о физических. Потому что есть связь между тем и этим. Я хочу разделить это на несколько вещей. Во-первых, это физические вещи. Это отношения между мужчинами и женщинами. И здесь Павел говорит об этом и каждый раз упоминает в своем послании. Он говорит, ребята, будьте осторожны. Он говорит, ребята, будьте осторожны. Вам нужно быть святыми. Не будьте как язычники. Потому что что делали язычники, они пребывали постоянно в распутстве. У них были оргии, когда они поклонялись своим идолам. И Шаул говорит, здесь вам нужно остановиться. Если вы пришли к покаянию. Если Машия живет внутри вас. Вы должны изменить. Вы должны знать хорошо, где границы. Он говорит, это вещь, она самая важная. И это угодно Богу. Он говорит, и о замужных женщинах, и о девушках незамужных. И он говорит, что если кто-то грешит таким образом. Он не только вредит себе. Он также вредит своему брату. И ближнему своему. Распутство – это очень опасная вещь. И сегодня мы видим, как мораль падает с каждым днем. Мы видим, что происходит вокруг нас. Фестивали гомосексуалистов. Мы видим, как разрешено теперь вступать в брак. Мужчине с мужчиной и женщине с женщиной. Как дур цаир. Метנהгием, что есть хавер. Ваот хавер. Ваот хавер. Ваот хавер. Как молодое поколение встречается сначала с одним. Потом с другим. И иногда параллельно с несколькими. И Шаул здесь предупреждает и говорит, не дай Бог вам в это вступить. Очень важно не идти на компромисс с Богом. С стандартами. Божий стандарт постоянно не меняется. Даже если наш стандарт меняется, Божий остается тем же. А влияние мира только укрепляется. Друзья наших детей еще больше начинают влиять на них. Это к плохому. Но Бог говорит, вы стойте в ваших стандартах. Потому что даже маленькая вещь, вот тот горький корень, который упомянул Сергей, он может разрушить все. Он растет и он разрушает. Как мы одеваемся? Возможно ли мы, мы одеваемся ли мы так, что другие люди на нас смотрят и они из-за этого впадают в грех? И, возможно, наша одежда дает другим вожделеть. Возможно, есть одежда которая слишком открытая. Сейчас я говорю больше к женщинам. И открытая одежда, она, в принципе, разбуждает мужские чувства. Возможно, женщина может сказать себе, я одеваюсь для себя и ни о ком я не думаю. Я просто хочу выглядеть хорошо и красиво и привлекать внимание. Но вот то, что ты делаешь, оно может иметь плачевные результаты. Потому что Бог говорит, что каждый ответственен не только за самого себя. Но ты также причиняешь зло своему ближнему. Это физическая вещь. Мы, как родители. И, возможно, как более молодые люди. Мы должны думать и всегда помнить о том, что этот стандарт очень важен. Иногда мы сами спускаемся с этого стандарта в качестве родителей. Мы видим, что, в принципе, вокруг нас это наш мир и ничего не поделать. И мы позволяем нашим детям спускаться до этого стандарта. Но Господь говорит и предупреждает нас, остановитесь. Это первое. Распутство, физическое распутство. Но когда мы смотрим на это слово в Танахе. Есть что-то более глубокое. Господь, когда говорил о народе Израилем как о своей невесте. То есть он каждый раз, когда они поклонялись идолам, то Бог их называл распутниками. Это то, что связано с нами в качестве людей. Когда мы начинаем поклоняться идолам. Это называется распутство. В нашем времени идолы уже не те, которые были раньше. Но сегодня идол это что-то, что занимает твое время. Это то, что забирает твое сердце от Господа. И вдруг ты забываешь Бога. Ты ставишь его в такой дальний угол, что ты не думаешь о нем. И Господь говорит, это распутство. Потому что Бог говорит, ты меня предал и ты меня оставил. Это наши отношения. Что мы делаем? Где стоит наше сердце? Что у нас в сердце на первом месте? Я уверена, что каждый из нас может подумать и вспомнить про какие-то вещи, которые есть в нашей жизни. Которые занимают место в нашем сердце. И если мы не останавливаем себя в определенный момент, мы видим, что мы действительно отдалились от Бога. Это могут быть фильмы. Это могут быть интернет, разные игры. Это могут быть работа. Это могут быть родственники. Или даже наши дети. Есть много вещей в этом мире. Возможно, это какие-то увлечения. И ты этому увлечению отдаешь все свое время. Возможно, это твоя карьера. И Бог сегодня предупреждает и воодушевляет нас. Он говорит, проверь себя. Где твое сердце? Не предал ли ты меня? Не оставил ли ты меня? Израиль. Израиль. Народ Израиля, да, конечно, помнил все время, что где-то Бог существует. Он говорит, они каждый раз помнили, что да, Бог существует. Он когда-то заключил с нами завет. И они также умели раскаиваться. Возможно, это тот уровень, перед которым ты находишься сегодня. Поэтому, когда ты дома останешься один, помолись и проверь самого себя. И если нужно раскаяться, раскайся. Если нужна сила для того, чтобы сделать какое-то изменение, попроси у Бога, чтоб дал тебе. И третья вещь, которая связана с распутством. В 14 главе Второзакония. В числах. В 33 стихе. Бог говорит, что 40 лет народ Израильский получает наказание в пустыне за их распутство. Что они уже сделали? Там не было физического греха, за который они бы получили 40 лет наказания. Кто помнит, за что они получили наказание быть 40 лет в пустыне? Они не поверили, что землю израильскую Бог приготовил для них. Что-то еще? Они постоянно жаловались, раптали. Что еще? Пахад. У них был страх. От чего был страх? Они увидели гигантов. И все, что вы сказали, это правильно. Но Костя сказал точный ответ. С одной стороны, они видели обещание Бога. Они знали, что это земля, которую Бог приготовил им. Они увидели трудности, которые есть в этой земле. Что не настолько легко жить здесь и даже сойти в эту землю. Но есть обещание Бог говорит, возьми, она твоя. Но они увидели, что есть много великанов, с которыми придется справляться. И то, что они увидели, оно повлияло на их решение. И это Бог называет распутством. И потом он говорит. Мне кажется, что в 15 главе, в 30 стихе, Бог говорит о циците. Он говорит, чтобы сделали цицит и смотрели на него. И чтобы они знали мою волю и мои обетования. И для того, чтобы они не распутно ходили вслед того, что они видят. То, что делают наши глаза, они часто нас обращают к распутству. Мы говорили о физических вещах. Физическое распутство приходит через глаза. Ты смотришь, и тебе это нравится. А духовная вещь тоже приходит через глаза. Ты смотришь, и ты начинаешь бояться. И то, что ты делаешь, ты уже не уповаешь на Бога. И ты находишься под страхом. И ты отказываешься от всего. И Бог называет это распутством. И вы знаете, это часто происходит в нашей жизни. Но часто мы не знали, как это называется. Но Бог называет это распутством. Когда ты не знаешь, не умеешь на него полагаться. Когда ты не можешь отдать ему эту сложную проблему. И ты просто находишься в депрессии от своего страха. Ты видишь столько много трудностей. И ты не можешь надеяться. Несмотря на то, что ты знаешь, чего хочет Бог. Бог называет это распутством. И здесь мы также должны ободриться. И понять, что Бог находится с нами. И если мы будем идти его путем, по его слову. Он отдаст этих великанов наши руки. Как вы думаете, если бы израильский народ перешел к границу и пошел воевать, разве Бог бы не помог ему? Они сказали однозначно. Если это воля Бога. Он совершит победу. Он будет совершать эту войну. Мы часто знаем воля Бога. Но мы отказываемся. Из-за страха, из-за трудностей. Из-за того, что мы не хотим принять... сделать какое-то усилие. И Бог воодушевляет тебя сегодня. Сделай это усилие. И умей полагаться на него. Потому что это его воля. Это то, что он хочет. И он тебе поможет. Это то, что мы говорили об освящении, о распутстве. Есть еще некоторые вещи основные, которые учат апостол Павел. И он говорит, что между нами должна быть любовь. Мы должны знать какие у нас отношения. Шаул. Однажды апостол Павел сказал. Как он знает мир, что вы мои ученики Иешуа? Он говорит, когда он увидит, как вы относитесь друг к другу. Он говорит, как вы относитесь, как вы заботитесь, какие у вас отношения друг с другом. Умейте ли вы посещать друзей своих? И воодушевлять их. Он говорит, что должна быть любовь. Это знак. Но если ты уже много лет ходишь в общину. И ты знаешь только одного человека. Тогда где здесь любовь? Здесь здесь братья и сестры. Мы здесь находимся не для самих себя. Мы не спасены для самих себя. Бог говорит об обществе. Если нет отношений, если нет общества, то что стоит твоё спасение? Ты можешь получить своё спасение, уйти в лес и жить там одиночкой. И ни с кем не разговаривать. Будешь ли ты светом для язычников? Будешь ли ты светом вообще для кого-то? Только для медведей, которые находятся вокруг. Должны быть отношения. Должна быть любовь. И тогда важно знать, что с вашими друзьями происходит. И не нужно быть нудником и лезть в жизнь других людей. А потом рассказывать всем, сплетничать вокруг, что происходит у других. Это распространено в кибуцах. Каждый знает, что у всех происходит. И каждый рад чужому гору. Но это не то, что должно быть у нас. Но если у кого-то есть горе или печаль. Важно об этом знать. Важно молиться и бодрить такого человека. И в том, о чем говорит Шауэль. Мы читаем в 5 главе 12 стих. Он говорит, Просим вас, братья, будьте признательны тем, кто усердно трудится среди вас. Кто вас направляет и наставляет в Господе. Относитесь к ним с величайшим уважением и любовью за то дело, которое они делают. Будьте в мире друг с другом. Он говорит, что должно быть в общине. Первое, он говорит о лидерах. Он говорит, ребята, вам нужно почитать ваших лидеров. Потому что они усердно трудятся для того, чтобы научить вас. С одной стороны, я не очень себя удобно чувствую, говоря со сцены об этом. Как будто я говорю о себе. Но это то, что написано. Шауэль говорит, у вас есть лидеры общины. Вам нужно относиться к ним с уважением. В отношениях и в разговоре. И очень важно, о чем он говорит здесь, не только о том, чтобы красиво себя вести. Он говорит также и о денежном уважении. Потому что все общины, которые там были, они поддерживали финансово своих лидеров. И оттуда у лидеров общины была зарплата. Я не очень хочу много говорить об этом. Но есть особое отношение, которое нужно давать своим лидерам. Потом он начинает говорить о людях и об отношениях их друг к другу. И он говорит, братья, мы просим вас, бездельников, наставляйте на ум. В робких вселяйте бодрость. Слабым будьте опорой. Со всеми будьте терпеливы. Смотрите, чтобы никто у вас не воздавал злом за зло. Всегда стремитесь к добру, как для друг друга, так и для всех остальных. Он говорит, есть слабые веры. Он говорит, нужно помогать им. Возможно, кто-то стал новообращенным. И у него есть разные проблемы в жизни. Но ты, у которого есть уже опыт. Можешь ободрить и помочь, и чем-то ободрить его. Ты можешь показать ему правильный путь, что нужно делать. Это очень важно. Но как ты покажешь ему, если ты с ним даже не разговариваешь? Как ты можешь ему показать и помочь, если ты его не знаешь? Я хочу, чтобы мы кое-что поняли. Бог проводит в нашей жизни через разные испытания. Он не делает это только для того, чтобы укрепить нас. Он также делает это для того, чтобы потом могли помочь кое-кому. Потому что про Ишу написано, что Он испытал все для того, чтобы помочь сталкивающимся с разными проблемами. Я думаю, что многие люди, которые прошли разные испытания, они до сих пор не понимают, почему нужно было брать это в жизни. Каким образом это вообще связано с ними. Это был какой-то странный опыт. Никогда я об этом не думал, в этом направлении не шел. Возможно, ты до сих пор думаешь, почему со мной это случилось, что я могу из этого вынести. Но это ответ. Потому что ты помог своим опытом кому-то другому. Но нужно знать кому. Нужно искать этой связи с другими людьми. Он говорит, что вам нужно с терпением относиться друг к другу. И это совсем непросто. Потому что есть люди, с которыми нам легко общаться, хорошо разговаривать. И мы выбираем для себя говорить именно с этими людьми. Мы выбираем себе своих друзей. Иногда ты смотришь на человека. И ты понимаешь, что ни из-за чего вы на свете не стал бы с ним разговаривать. И не хочешь ты его принять в качестве друга. И не важно по какой причине. Но Бог не просто так привел этого человека сюда. И возможно, Он хочет научить нас. Научить нас терпению. Для того, чтобы обудрить его тоже. Отношение – это что-то очень важное. Иногда у нас действительно нет терпения. Иногда у нас настолько устали, что мы просто разваливаемся на ходу. Это наша жизнь. Что с этим делать? Не нужно просто молиться. Нужно молиться. И также что-то делать. Потому что когда ты молишься за терпение, Бог даст тебе такой случай, что там, где уже невозможно терпеть. Где весь твой гнев выливается наружу. Здесь ты должен взять себя в руки. И это очень непросто. Потому что нужно всегда быть на связи с Господом. Поэтому пусть Господь поможет нам в этом. Он говорит, что мы должны стремиться к хорошему. Во-первых, делать добро друг другу и другим людям. Делать добро. И делать добро – это то, что исходит из нашего сердца. Я однажды сказал самому себе. Я очень хочу помогать людям. Я готов. Я молился Богу для того, чтобы Бог поставил меня в ситуации, когда я смогу делать добро людям. Но то, что делает Бог, оно всегда противоречит нашему желанию. Он привел ко мне этот случай. Но то, что он приводит также и с других сторон, что именно в это время ты настолько занят. Что именно в это время у тебя есть уже планы, которые невозможно отложить. И я думаю, что у вас были в жизни такие ситуации. Когда кто-то нуждается в помощи, ты очень сильно занят. И, возможно, это не специально происходит. Есть такие, которые специально себя занимают чем-то, чтобы не помогать. Но часто это действительно не от тебя зависит, и ты действительно занят. И это вот здесь должно быть наше решение. Ты просишь у Бога. Он тебе дает. И что ты с этим делаешь? Ты говоришь, я занят. Потом ты еще раз просишь. Еще раз Бог тебе дает. И опять ты занят. А для чего ты просишь? И это решение проблемы. Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Нужно взять себя в руки. И сказать, Господь, я готов. Я готов отказаться от этого для того, чтобы помочь кому-то. Потому что всегда такое будет с вами происходить. Не будет свободного времени. Все мы очень заняты. Но если есть какая-то нужда, нужно помочь. Если есть желание, мы должны помочь. Это то, чему Бог хочет научить нас. Когда есть нужда, нужно ответить на эту нужду. И не посмотреть на то, что нам мешает. И это тоже непросто. Еще одна вещь. То, что он говорит, всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Первое, он говорит о том, что Бог уже с нами сделал. Я уверен, что каждому Бог показал свои чудеса и знамения. И он делает это каждый день. Возможно, это не что-то великое. Возможно, это маленькие вещи. Но они происходят в нашей ежедневной жизни. Но мы не умеем радоваться. Мы забываем эти маленькие вещи. И помним только плохое. И Бог говорит нам всегда. Радуйтесь маленьким вещам. И учитесь благодарить за это. Потому что это то, что укрепляет тебя. Потому что это то, что строит твои отношения с Богом. Подумайте, если вы кому-то сделали какое-то добро. А этот человек даже вам спасибо не сказал. Как ты будешь себя чувствовать? Возможно, тебе второй раз не захочется это делать. Возможно, во второй раз ты сделаешь, но в третий раз ты уже подумаешь. Возможно, человек говорит спасибо, но он не вкладывает смысла в это спасибо. Он пренебрегает тем, что ты для него сделал. И иногда это мы такими являемся. Так мы часто относимся к Богу. Ты молишься, Бог ответил на твою молитву. Но ты даже забыл об этом. Не сказал ему спасибо. Ты быстро порадовался. И пришел к своей ежедневной жизни. И Шаур говорит здесь. Помните. И благодарите. Потому что вся наша жизнь построена на этом. И он говорит еще дополнительный речь. Даже когда мы проходим трудности, он говорит радуйтесь. Почему? Потому что у вас есть большое обетование. Что-то, что потом Бог сделает для нас. Даже если сейчас сложно. Но придет хорошее время. Я вижу, что вы немного устали. То, что я хочу сказать. Первые общины, которые были. У них не было легко. Но то, что было у них и нет этого у нас. Яшуа был очень близок к ним. Все, что было вокруг. Самое главное для них было его воскресенье из мертвых. Были люди среди них, которые видели своими глазами его воскресенье. У них была эта сила. У них была сила терпеть и страдать, и проходить через гонение. И они были уверены, что он вернется вот близко, завтра, послезавтра. И об этом они говорят постоянно. Они говорят, вот скоро он уже придет. Завтра у тебя уже будет два места на небесах. И те, которые тебя гнали, ты уже их не вспомнишь. Ты будешь довольным и счастливым. У нас этого нет. Мы уже не настолько верим, что завтра Ишуа придет. Мы говорим, мы ждали уже 2000 лет. Может быть еще 2000 лет придется подождать. Мы знаем, что время приближается. Но на самом деле, мы не верим в то, что это произойдет на этой неделе. У нас нет той же силы, потому что мы глазами своими не видели его. Но Шауль говорит, у вас есть вера. И он хочет воодушевить нас сегодня. Чтобы мы продолжали верить. Чтобы мы взяли эту надежду. И что несмотря на все трудности. Несмотря на все проблемы. Чтобы мы могли возрасти над этим. Потому что однажды он придет. И он даст награду каждому. Награда или место, это не только подарок хороший. Это может быть плохая награда. Это воздаяние, которое может быть плохое. Если ты сделал зло, то ты получишь в ответ зло. Но если ты верил, если ты терпел. И шел по этому пути. Как учит Шауль. И если укрепилась твоя вера. Тогда твоё воздаяние будет хорошее. Я думаю, это то, что нам нужно помнить. Это не просто. Но как написал Рамбам. Один из тринадцати символов его веры. Он написал, я верю полной верой. Пришествие Машеха. И даже если он задерживается. Я буду продолжать его ждать. Я также буду укрепляться. Потому что однажды он все равно придет. И это моя вера. Мы знаем, что Иешуа вернется. И возьмет нас. И будем с ним в вечности. Поэтому я желаю, чтобы это ободрение укрепило вас. Возможно, есть люди, которые сегодня спрашивают себя. Они спрашивают у Бога. Когда у них есть какая-то проблема. Возможно, они ждут решения этой проблемы. Возможно, они ждут какого-то особенного ответа, чтобы Бог их поведет. А ответ находится здесь сегодня. С одной стороны, он говорит тебе, продолжай. И третье, что он говорит тебе, не бойся. Не бросить тех трудностей, которые будут перед тобой. И это ответ для тебя. Я хочу помолиться. Давайте мы встанем. Отец наш и царь наш. Ты сделал каждого из нас особенный. И каждому дал свой особенный характер. И иногда характер одного не подходит к характеру другого. И очень трудно жить вместе. Но ты собрал нас всех. Чтобы мы были одним телом. Чтобы мы вместе верили. Вместе служили друг другу. Я прошу, чтобы ты убрал эту границу. Убрал эту стенку, которая разделяет нас. Чтобы мы вместе могли быть друзьями и заботиться друг о друге. Это не просто. Но чтобы мы могли приложить усилия к этому. Мы просим, чтобы ты дал нам сегодня силу. Продолжать идти в вере. И если это сложно. Если есть трудности. Дай нам силу преодолевать. И помоги нам не бояться. Научиться полагаться на тебя. Помоги нам быть святыми, как говорили мы об этом. И не предаваться распутству. Не физически, не духовно. Потому что ты наш избавитель. Ты тот, который может разрешить все проблемы. И может перенести нас из одного места в другое. И можешь справиться со всеми трудностями. И ты тот, который дает нам награду. Господь помоги нам. Мы просим во имя Иешуа. Аминь. Аминь. Ольга.